Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Расскажите, что изменилось в нашей жизни с приходом системы быстрых платежей и чем она отличается от привычных нам переводов в рамках одного банка? Для потребителя в плане его действий ничего революционного, радикального не меняется. Привычные сервисы, они стали доступнее и дешевле. Ну, к примеру, при переводе денежных средств мы все так же используем мобильное банковское приложение. Поставщика, получателя денежных средств мы выбираем так же по номеру телефона. Но при выборе системы быстрых платежей банк не имеет права с нас списывать комиссию, даже если получатель денежных средств обслуживается другой кредитной организацией. Система быстрых платежей – это сервис Банка России. И при рассмотрении правил его использования регулятор преследовал основную главную цель сделать для населения дистанционные услуги более доступными. И здесь их интересы – это на первом месте. Сейчас, когда мы наблюдаем, как меняется образ жизни, как охватывается онлайн-пространство, даже теми, кто раньше был от этого далек, доступность таких финансовых услуг, она очень важна. Люди все чаще делают бесконтактные переводы своим родным, близким, которым вынуждены находиться на самоизоляции, и все чаще и больше покупают покупки онлайн. И здесь развитие системы быстрых платежей отвечает всем требованиям и имеет ряд преимуществ. Что нового система привнесла в интернет-торговлю? Ведь раньше мы оплачивали онлайн банковской картой свои покупки. Сейчас при оплате банковская карта вообще не нужна. Вам не нужно будет вводить ни номер счета, ни номер карты, ни другие конфиденциальные данные вашего платежного устройства. Если ваш интернет-магазин предусмотрел такую возможность, то при оплате на странице оплаты или в личном кабинете он вам предложит оплату с помощью QR-кода. Вам необходимо будет войти в мобильное приложение вашего банка, участника системы быстрых платежей, и навести камеру вашего телефона. Приложение считает эту информацию. Вы проверите и совершите оплату. Деньги моментально спишутся с вашего счета и зачислятся на счет интернет-магазина. Оплата с помощью QR-кодов набирает большую популярность, потому что это очень выгодно, надежно и безопасно. Мы наблюдаем интерес как со стороны банков, так и со стороны ритейла. Бизнесу это очень выгодно, потому что ему не приходится платить процент за эквайринг. В целом объем операций за оплату товара и услуг, система быстрых платежей поступательно набирает обороты и растет ежемесячно несколько десятков процентов. В обычных магазинах тоже можно оплачивать покупки через систему быстрых платежей, используя QR-коды? Можно не только в режиме онлайн, но и в обыкновенных магазинах, ресторанах и кафе, куда в скором будущем, мы надеемся, все можем вернуться. Это очень удобный способ безналичной оплаты, где не требуется банковская карта и приобретение дополнительного оборудования. Представьте ситуацию в кафе. Вам приносят официант счет, и вы решаете расплатиться банковской картой. Вам приходится второй раз дожидаться официанта с терминалом для того, чтобы произвести оплату. И другое дело, вам приносят счет с QR-кодом, вы тут же его сканируете, и уже через несколько минут оплата отражена на кассе в кафе. А как понять, можно ли в магазине или заведении расплачиваться через QR-код? Это логотип системы быстрых платежей. Я вам сейчас могу даже показать. Он находится в торговых залах, возле кассы. Если в интернет-магазинах, то он находится, этот значок, в линейке логотипов других платежных систем. Какие еще функции могут появиться в ближайшее время, или, может быть, в более далекой перспективе? Появятся такие платежи, как платежи в пользу государства. Это штрафы, пение, неустойки и другие платежи, которые заставляют нас вводить большое количество цифр. Также через систему быстрых платежей, возможно, будет оплата коммунальных платежей. К концу года уже будет реализована возможность оплаты через систему быстрых платежей между юридическими лицами. И это, несомненно, ускорит оборачиваемость денег в экономике. В разработке есть такая возможность оплаты с помощью лица. Это когда к счету привязываются ваши биометрические данные, и при оплате вам достаточно будет взглянуть в камеру. Насколько активно люди уже сейчас пользуются сервисами системы быстрых платежей, и успели ли они оценить преимущества? Ну, вот с конца января прошлого года и по состоянию на 1 июня нынешнего года, то есть это 16 месяцев, было совершено около 16 миллионов операций на сумму около 135 миллиардов рублей. И половина всех этих операций приходится на 2020 год. Несомненно, рост у этих операций и популярности способствовал подключению крупнейших банков. По состоянию на сегодняшний момент к системе подключено уже 64 финансовых организаций, в то время как еще 3 месяца назад было подключено менее 40. По состоянию на 1 октября 2020 года все кредитные организации, имеющие универсальную лицензию, обязаны подключиться к системе. И тогда доступ к сервису получит любой экономически активный россиянин. Ольга, спасибо за полезный разговор. Пожалуйста, всего доброго. Продолжение следует...